Приветствую, друзья! На связи с вами Ольга Барабанова. И очень хочу с вами поделиться той информацией, которая ко мне недавно пришла. Я считаю, что это просто жизненно необходимая информация для каждого человека, который стремится к развитию. Я знаю, что у меня в подписчиках, в друзьях, в моем окружении очень много людей, которые развиваются сейчас, которые ищут себя, которые ищут самореализацию, развитие, хотят быть сами счастливыми и хотят сделать мир лучше, помочь большому количеству людей или пока небольшому количеству людей, но быть полезными. И когда ко мне пришли вот эти знания, когда я попала на мероприятие, где эти знания мне были рассказаны, я вот просто была счастлива за себя и счастлива за то, что я могу поделиться этой информацией с другими людьми, с вами. Значит, мы с вами будем говорить сегодня о тех этапах в жизни, которые мы все с вами проходим. И оказывается, согласно этому учению, которым я хочу с вами поделиться, есть 7 классов, 7 этапов в жизни, у которых есть определенные задачи, и только уяснив урок предыдущего этапа, так сказать, предыдущего класса, если рассматривать это как 7 классов школы, то только, так сказать, сдав экзамен в предыдущем классе, ты можешь перейти на следующий этап. И самое важное, что цель вот этого всего, цель вот этой школы, это развитие, развитие человека, развитие души и наработка большего количества благостных качеств. Я искренне верю, что эта информация вам будет полезна, и вы будете благодарны за то, что эта информация к вам пришла, так как я благодарна за то, что я это сейчас вот поняла, потому что я смогу еще очень многое, что доделать, чтобы если ты почувствуешь, что ты где-то застрял в каком-то из, ну, как бы тебе по возрасту положено уже там, может, 11 класс закончить, а ты там в 5-м засел до сих пор, то ты хоть знаешь теперь, куда обратить свое внимание для того, чтобы, как бы, ускориться в развитии. Значит, смотрите, все мы с вами рождаемся, и первый этап, первый класс, в который мы попадаем, это класс от рождения и до 7 лет. Так как мы все с вами в этот момент новички, новенький человечек, то, конечно же, такому маленькому человечку нужен проводник, который покажет мир, который покажет, как здесь все устроено, где-то что-то подскажет и так дальше. И вот здесь запущена очень такая вот цепочка, цепочка передачи знаний от родителей к детям. Дети, в свою очередь, становятся родителями, и вот так вот цепочка запущена, но не так, как изначально было сложено, не так, как, в общем, не так, как должно было быть. Как чаще всего мы с вами можем пронаблюдать, как родители, желая добра своим детям, что они, как они, как они стараются помочь, они стараются обезопасить, правильно? То есть, что мы видим? Вот это нельзя, не суй пальцы, там, в резетку, да, ну, так, утрировано, туда не ходи, туда. И ребенок, вместо того, чтобы развивать любопытство, ребенок в этот, вот эти первые свои годы, он, ну, вот, больше находится в таком вот скованном, скованности. А вдруг там страшно? А вдруг там страшно? И, а на самом деле, задача вот этого этапа, первого, это развить в ребенке любопытство, и передать знания, и развить уверенность в том, что мир безопасен. Я знаю, что многим людям это сложно сейчас передать своим детям, потому что свои собственные убеждения говорят об обратном. И так как я работаю много с людьми, я понимаю, что у большинства людей внутри накоплено очень-очень много страха. И очень во многих случаях этот страх, он не обоснованный. Он основан на каких-то выдуманных новостях, на каких-то постановочных новостях, на том, что кто-то что-то придумал, пересказал и так дальше. И вот это состояние страха взрослые люди передают своим детям. Маленький ребенок родился, он не боится, он хочет сам узнать, посмотреть, пойти. И развитие невозможно без ошибок. Невозможно научиться ходить, пока ты пару раз не упадешь, или больше раз не упадешь. Невозможно научиться играть на музыкальном инструменте, если ты несколько раз не сыграешь фальшивые ноты. Точно так же и ребенку для того, чтобы развиваться. Конечно, это не значит, что ему нужно позволять там все, совсем что-то такое экстремальное. Но в общем, по итогам вот этого первого класса, у маленького человечка, у ребенка должно утвердиться понимание того, что мир для него, что он в мире в безопасности, что жизнь за него, что все его начинания это хорошо. И чтобы у него не было страха высказать свое мнение, что-то сделать и получить за это там по голове, не дай бог. Ну или утрировано там по голове. Цель первого этапа в первые семь лет для ребенка это развить в ребенке любопытство и развить понимание того, что мир безопасен. Сейчас, я думаю, каждый осознает свою жизнь, свое состояние и то, как мы передаем, соответственно, свое состояние, свои знания, свои уверенности своим близким, своим детям. Иногда родители продолжают усиленно доказывать даже своим уже подвзрослевшим детям, что мир небезопасен. И понятно, что эту цепочку многим людям сложновато разорвать. Я очень рада, что этому учению уже много-много лет. И мне вот очень откликнулось. Я вам дарю первый урок. Теперь следующий класс. Когда мы благополучно прошли первый класс, второй начинается от 7 до 14 лет. Я буду подсматривать в заметки, потому что сделала самые важные такие вот пометки, чтобы не пропустить что-то важное. Следующий этап, это, как говорится, этап взросления ребенка. Там у нас захватывается переходный возраст. Сейчас у нас дети взрослеют быстрее, чем раньше. И вот с 7 до 14 лет задача этого этапа понять, что другие люди, они отличны от тебя. И эти люди, у них есть право на свое собственное мнение. И его нужно уважать, и его нужно принимать. То есть не то, что есть только твое мнение, единственное, правильно, а все остальные неправы. Опять же, наверняка вы знаете, что очень многие люди, также такое ощущение, что они застряли в рамках этого класса и всю жизнь продолжают считать, что только то, что они себе придумали, решили, что так должно быть, а кто-то думает по-другому, то этого не может быть. Это неправильно. Но оказывается, и опять же при помощи родителей, потому что в этот момент ребенок, конечно же, еще живет с родителями, опять же в этот момент и своим примером, и где-то под сказками, родители должны помочь ребенку прийти к вот такому пониманию, что есть другие люди. И эти люди также правы по-своему, у них свои, возможно, какие-то обстоятельства, понимание и так дальше. Задача родителей поддержать любые начинания ребенка. И если он что-то делает не так, как вы сами себе представили, это тоже нужно принять, потому что это самостоятельная личность. Это личность, которая уже формируется. И в этот момент, когда ребенок еще не настолько засорен внешней информацией, как раз вот в самом-самом начале у него есть задатки к реализации своего настоящего предназначения. Очень часто, когда люди выбирают себе учебное заведение, то по подсказке, опять же, родителей, ребенок выбирает себе престижный какой-то колледж, потому что на этой работе можно зарабатывать больше денег. Или выбирается колледж, который ближе к дому. Или потому что все родители там работали, учились по этой профессии и так дальше. Но на самом деле у ребенка может быть свои какие-то естественные таланты, которые он не может раскрыть, благодаря тому, что за него уже как бы все решили. И это будет мешать всю жизнь, ребенку в развитии, в самореализации. Ему потом сложнее придется искать, ему там будет уже 30-40 лет, и он будет думать, а что же я люблю делать. Есть люди, которые с душой что-то делают, а есть те, которым сложно, потому что вначале им их блокировали, не разрешали, их ставили в рамки. Так вот, задача вот этих первых двух этапов, эти первые два этапа, человек не может сам пройти. Он их в любом случае проходит вместе с взрослыми, с родителями, со своими. Поэтому вот здесь задача родителей поддержать и дать ребенку развиваться так, как он это чувствует. Потому что чем дальше, тем больше он будет только обдумывать, как вот четко-четко, причем с навязанными какими-то стереотипами других людей, телевизора, интернета и так дальше. Третий этап. Третий этап начинается с 14 и до 21 года. Это этап, когда родители в большей степени уже свою задачу выполнили, и основная задача этого этапа, это взять ответственность за свою жизнь на себя. Хотя, опять же, если мы посмотрим по сторонам, кто-то может и на себя сложно обращать внимание, как всегда мы легче смотрим по сторонам, то увидим, что очень многие люди застряли на этом этапе. И вот настойчиво схватились, говорят, мне комфортно в третьем классе, я все равно буду ждать, пока кто-то за меня что-то решит, пока мне кто-то скажет, что мне нужно делать, пока кто-то не сделает мою жизнь лучше, не выберет за меня профессию, жену мне не выберет, мужа не выберет и так дальше. Но задача третьего этапа, это нужно усвоить, пока тебе до 21 года, что ответственность за твою жизнь лежит на тебе. Я вот очень благодарна моим родителям, которые с моего, я помню еще детского возраста, у нас был договор, что до 18 лет, с 18 лет я самостоятельно принимаю решение, и взлеты и падения это только мое собственное решение. Потом этот этап у меня лично немножко затянулся, так как я еще заканчивала университет, и как раз не в 18 это у меня произошло, такие вот советы, советы поддержки, а уже чуть больше за 20. Как раз вот получается практически в этот этап, он заканчивается 21 год, когда 100% твоя ответственность должна быть на твоих плечах и в твоих руках. Ну а если с точки зрения родителей, то опять же не мешать, чтобы ребенок не думал, что вы всю жизнь будете ему там подсказывать, потому что в какой-то момент ему нужно принимать самому решение, и если у него вот этого навыка нету, то ему только хуже. Так, в 21 закончили мы третий класс, переходим в четвертый, если усвоили все уроки предыдущих трех классов. Следующий этап, следующий класс из 21 до 28 лет. Это момент, когда человек уже должен определиться, кто я и зачем я живу. Раньше мы живем более в таком легком состоянии, здесь действительно уже многие люди начинают задумываться, особенно когда мы идем на работу, когда у многих происходит переосознание, что учился не на того, кого хотелось бы, не хочу ходить на эту работу. Я помню, у меня такое было, когда я музыкальную школу заканчивала, у меня в какой-то момент произошло, я представила, что вот этим я буду заниматься всю жизнь, и как профессию мне это не понравилось. Как бы другие ситуации были, то вот как раз вот, если раньше было это в более легкой форме, то как раз в возрасте после 21 до 28 человек уже определяется со своей профессией, и часто происходит переосознание, правильно ли я вообще выбрал путь до этого. И в этот момент, ну, часто происходят какие-то изменения, дополнительные курсы, переобучение, желательно, чтобы это было, опять же, не только из-за денег, потому что где-то больше платят, а все-таки, чтобы это было такое вот душевное желание. Кроме этого, когда ты определяешься, чем ты хочешь заниматься, так как это должно быть все-таки по-настоящему от твоего сердца, то есть это должно быть максимально приближено к твоему предназначению. Предназначение — это то, что ты хочешь делать, то, что приносит и тебе удовольствие, и приносит удовольствие другим людям. То есть такая вот общая задача этого этапа — научиться любить людей и научиться любить Создателя, Бога, ну, то есть Вселенную, то есть соединиться и быть источником любви и, так сказать, творить что-то во благо других людей. То есть вот такая задача. До 28 лет мы должны определиться, чем мы хотим заниматься. Причем заниматься с любовью, а не просто ради зарабатывания. И переходим к следующему этапу от 28 до 35 лет. И если вы успешно прошли предыдущие этапы, то в этот момент у вас появляется наставник. Человек более опытный, человек более мудрый, который вам поможет в дальнейшем развитии. Но в этот момент вы же уже состоявшийся человек. Наверное, у вас уже есть семья, у вас уже есть дети. И вы же самые умные в этот момент. Поэтому не у каждого человека появляется наставник. Потому что не каждый человек готов принять, что он не самый умный. Что он не... Ну, знаете, есть люди, которые говорят, да, зачем мне книжки читать? Я их уже в школе читала. Или зачем, кто, зачем, чему он меня там еще может научить? И на самом деле вот задача этого этапа и задача наставника помочь вам побороть свой эгоизм. Потому что все мы внутри, если присмотреться, есть у нас такая... У кого-то звезда, у кого-то эгоизм, у кого-то еще где-то что-то, может в другом месте, не на лбу звезда. Но вот задача этого этапа прийти к смирению, прийти к уравновешенному такому состоянию, к спокойному состоянию, но продолжать развиваться. И для того, чтобы у вас появился учитель, для того, чтобы вы дальше развивались, вы должны быть к этому готовы. Только когда ученик готов, тогда может появиться наставник, тогда может появиться учитель. Когда у вас появляются внутренние запросы, когда вы признаете, что нет предела совершенства. Вот так вот вам легче будет это понять. Но на самом деле очень много людей, которые стремятся к развитию, которые хотят новых знаний, которые хотят двигаться дальше. Как определить своего наставника? Как определить, что этот наставник действительно вас приведет к развитию, а не просто, как знаете, сейчас очень много каких-то бизнес-тренеров, которые прочитают книгу, и все. Он уже тренер, он уже берет деньги за свои какие-то курсы там и так дальше. Во-первых, это обязательно должен быть человек-практик. Те знания, которыми он с вами делится, он сам должен жить по этим же знаниям. То есть то, что он говорит, он это уже делал и сейчас, конечно, он продолжает это делать. И этот человек, он должен передавать знания в той форме, в которой он их получил. Если он добавляет что-то свое, то это обязательно должно быть и подано, что это я вот так вот. Вот это вот мое учение, а вот это вот, это предписанные такие пункты, которые я узнал и я передаю их тебе. То есть задача этого этапа, это найти наставника и развиваться уже, снизив свой эгоизм, идти вместе с наставником, принимая его и критику в том числе. Следующий этап, если вы прошли и этот этап, то дальше, следующий, шестой класс, начинается с 35 года, с 35 до 49. Это когда вы уже начинаете делиться знаниями, когда вы уже человек, конечно же, опытный и когда вы не с позиции «я самый умный» отдаете информацию, а когда вы своим результатом привлекаете к себе людей, которые хотят у вас учиться. Понимаете, да? Есть люди, которые заявляют, что я там тренер номер один, а есть люди, которые находятся где-то в глуши, грубо говоря, и при этом у них стоят большие очереди. Потому что люди знают, что там живет человек, который действительно способен своими знаниями, опытом, своими способностями помочь тебе решить твои задачи, решить твои вопросы и так дальше. То ваша задача уже после 35 лет прийти к тому этапу, чтобы иметь опыт, знания и быть готовым делиться своим внутренним состоянием, своими наработками с другими людьми. Делиться знаниями не обязательно проводить какие-то большие тренинги, а достаточно для некоторых просто самому быть примером. Вот у меня, например, есть люди, их не так много, один или два человека даже, я бы так сказала, у которых я учусь действительно на расстоянии. Этот человек мне не проводит тренинги, но тем, какие он имеет результаты, заставляет меня постоянно обращаться к нему и представлять, а как вот это сделал, а вот так вот поступил, а вот так сказал или сказала. И вот на этом этапе вы можете быть наставником для людей, при этом даже не проводя тренинги или какие-то обучающие программы. Хотя это тоже, конечно же, выбор ваш, если вы хотите делиться каким-то образом через интернет, какими-то курсами или как-то проводить еще какие-то мероприятия, конечно же, это ваш выбор. Но если вы думаете, нет, это точно не мое, кому-то я буду что-то делиться, вы можете быть примером и люди сами к вам будут обращаться, спрашивать, как или просто учиться у вас на расстоянии. И следующий этап, это с 49 лет до 56, это этап, когда идет завершение дел, завершение дел в социуме, на работе, какие-то еще, возможно, семейные дела до завершения. По этому учению, там есть разные задачи у мужчины и у женщины, но углубляться глубоко не будем. В принципе, вот этот этап до 56, это когда вы должны завершить все свои дела. Но это не значит, что в этот момент нужно готовиться к смерти и все такое, наоборот, после этого вы уже продолжаете жить. Но здесь вам, если вы успешно прошли все эти этапы, то добудет вам счастье. Возможно, кто-то сейчас понял, что на каком-то из предыдущих этапов он остановился. И теперь вы просто знаете, на что вам нужно обратить внимание, для того, чтобы у вас произошел определенный прорыв. Потому что есть люди, которые говорят, ну я вот как лбом об стенку пьюсь, и у меня ничего не получается. Вот сейчас вы знаете, на что вам нужно обратить внимание. Если вдруг вы считаете, что я вам могу что-то подсказать по какому-то из этих возникших вопросов, конечно же, обращайтесь в комментариях и попишите мне в личку. Я с удовольствием постараюсь вам помочь из своего понимания и своего опыта. А что если человек застрял на каком-то этапе? Вот если не застрял и все, и жизнь проходит, а он вот так и не понял, что нужно брать ответственность в свою жизнь, то по этому учению, когда человек проживает до конца свою жизнь, его душа не умирает. Его душа просто после этого. Что происходит? Возможно, вы также считаете, что душа, она перерождается и живет дальше. Так вот, просто когда душа перерождается, она заново проходит все вот эти этапы для того, чтобы выйти на новый уровень. То есть учение, это в учении говорится именно так. Друзья, я вам желаю гармоничного развития. Я искренне буду рада. И я вот чувствую, что в моем окружении сейчас есть люди, которым эта информация очень сейчас вот кстати, которым она полезна. Поэтому я и поделилась этой информацией. Конечно же, буду благодарна вам за отзывы, которые вы напишите под этим видео. За ваши вопросы я всегда вдвойне благодарна. Если видео вам полезно, поставьте лайк, чтобы и мне было понятно, и другим тоже, что видео полезно. И если вдруг не подписаны на мои каналы, то подписывайтесь. Спасибо вам большое за внимание. Еще раз желаю вам счастья, гармонии, процветания и успешного продвижения к следующему нашему учебному классу, классу жизни. До скорой встречи. На связи с вами была Ольга Барабанова. Пока-пока. Пока-пока.